Эти представители Ивановской фауны свое уже отбегали. Теперь они добыча охотников, которую не стыдно показать на Всероссийской выставке «Охотничий мир России-2012». С экспозицией можно будет ознакомиться до 15 сентября. Здесь представлена добыча со всего региона, причем самые лучшие ее экземпляры. Это добыто разными охотниками, но в принципе, как говорится, из одной компании. Это люди, которые занимаются именно любительским таким вот добычей и затем изготавливают, не просто их на мясо пускают, а изготавливают именно такие вот экспонаты, чучела, для того, чтобы можно было другим показать. Недавнее дробление региона на множество небольших охотхозяйств – схема новая и еще не отработанная. Общественным организациям предстоит не только вкладывать деньги в арендуемые территории, но и научиться окупать расходы. «Все они сейчас в стартовом периоде, но потом, через два года, через три, они поймут, что на бензин надо, на корма надо, на зарплату надо. Значит, надо зарабатывать. А как? Значит, надо иметь магнит в хозяйстве, который будет притягивать охотников. Если раньше говорили, нет, я тебя не пущу, то сейчас наоборот должны говорить, иди ко мне, иди ко мне, я сделаю то, я сделаю это». Вероятно, наиболее предприимчивые арендаторы захотят разнообразить фауну своего охотхозяйства. Ведь и для охотников нужна хорошая приманка. Тем более, некоторые виды можно завозить хоть завтра. «Позаново область уже надо везти. С Финляндией сейчас думаем завозить белохвостого оленя, он у вас может жить хорошо. Ну, в общем, много интересных таких вот начинаний и задумок. И надо, конечно, это все охотникам рассказать и охот-пользователям тоже». В конкурсной программе выставки – трофеи, которые уже получили свою оценку. К слову сказать, 10 ивановцев в рамках мероприятия прошли специальные семинары по оценке трофеев. Они получат сертификаты и смогут заниматься этим профессионально. В нашем регионе таких специалистов не хватает, потому как работа эта очень непростая. «За основу для лося основные показатели являются размах, то есть расстояние от крайних точек врагов, ширина лопаты, это типичная и показывает мощь его, и толщина стволов, толщина розеток. Вот эти вот основные три показателя, они как раз показывают мощь зверя, его силу, ну, собственно говоря, здоровое потомство, которое он будет давать». Кроме конкурса трофеев выберут еще и лучший стенд. Охотхозяйство, которое наиболее творчески оформило и представило свои экспонаты, будет признано лучшим в Ивановской области.